Всем ассаламу алейкум, мира и добра, мои дорогие. Начинаю свое видео с такого красивого, милого букетика. Посмотрите, какой он красивый, нежный. Здесь у нас идут тюльпанчики. Забыла название цветов. Красота, в общем, машалах. И две плиточные шоколадки Альпенгольд. Вот вчера мои доченьки оставались у моих родителей ночевать, и утром пришли с таким букетом и шоколадками. Вчера Фатима, говорит, искала цветочные магазины, когда с подругами ездила гулять, но не нашла по пути. И вот они сегодня с Марьям нашли возле нашего дома цветочный магазин и порадовали. Очень-очень приятно, когда детки оказывают внимание, уже такие взрослые дарят подарки, цветы. Они знают, что я люблю цветы. И вот принесли букет. Это просто бесценно. Просто так приятно. Настало мое время получать от моих детей подарочки, конфетки, шоколадки. Очень-очень приятно. Безумно ценю такие жесты от своих любимых. Кстати, покажу вам мои лимончики. Я их рассаживала, наверное, месяца 2-3 назад из косточек. Вот лимон и вот. А вот это, по-моему, росточки идут уже из семян. Я покупала на Валперес семена маленького граната карликового. Вот, видимо, они через 2-3 месяца начали всходить. Посмотрим, что получится. Но лимончики вроде растут хорошо прям. Моя кнопочка. Поставила ее сюда. Давно ее сама хотела поставить на видное место. И вот поставила пока на окошечко. Потому что я тут часто буду теперь вам снимать. Здесь такое хорошее солнышко падает. Там Анвар приехал с работы. Начала заниматься домашними делами. В общем, пока готовилась к празднику. С переездом, с уборками. У меня так сильно испортились мои салфетки кухонные. Белые. С вот этой, что произошло, я даже не знаю. Какие-то маленькие мелкие пятна, которые вообще не отстирываются. Я вот сейчас постирала, вытащила. И, в общем, вообще не то. И много-много таких салфеток, где вот пятна именно не выходят. И, знаете, такие они серые какие-то стали. В общем, решила заняться своими салфетками. Почистить их от пятен. Потому что я очень люблю на кухне именно белые салфетки. Именно вот эти, которые сильно загрязненные. Сейчас буду пробовать очищать. Заказала на Валберис. Такой чудо-очиститель кислородный. Здесь даже есть инструкция, как можно использовать. Увидела блогера. И на деле действительно классно, да. И решила для себя тоже взять. Можно замачивать не только белые там салфетки, но и любую цветную одежду. Также использовать для посуды, для чистки поверхности, для чистки сантехники, раковины. И для дезинфекции. В общем, такое средство. Тут у меня килограмм идет. Стоит совсем недорого. Решила попробовать и показать вам, как это средство вообще справится или нет. Давайте попробуем. Откроем, посмотрим. Он такой в виде порошка. Нам нужно взять литр воды сейчас. Кипятка именно. Заливаем литр кипятка. Так, померила литр кипятка. И сейчас будем сюда отправлять наш кислородный очиститель. Именно для одежды нужно нам полторы столовые ложки самого очистителя. Посмотрите сразу, как он работает. И теперь будем отправлять наши салфетки прямо сюда. Замочим. Оставлю сейчас. А потом уже можно постирать салфетки. Посмотрим, какие они станут. Выйдут ли наши пятна все. Также отбелим их. Как только замочила, пока вот эти верхние замачивала, стала замечать, что с вот этой салфетки те пятна, которые не отстирывались ранее, они стали выходить. Вообще их практически уже не осталось. Представляете? Смотрите, это реально чудо-средство какое-то. Не прошло и минуты. Прям на глазах посветлели салфетки. Все оставляю сейчас. Не знаю, что будет через 10 минут. Смотрите, как она пенится. Видимо, так все вот это вот очищается, да? Все пятна. Итак, девчонки, прошло у нас 10-15 минут. Вообще я могла, наверное, сразу через 2-3 минуты убирать салфетки, но мне нужно было отвлечься с Ильясом там, уложить его спать. Из-за этого я задержалась. И давайте сейчас посмотрим, что же стало. Отстирались ли все пятна. Так, смотрите, они значительно посветлели. Прям вот водичка такая еще стала темная. Хотя эти салфетки были перестираны до этого средства в стиралке. И я вам показывала, какие были пятна вот на этой салфетке. Здесь этих пятен вообще нет. Которые вот мелкие-мелкие точки. Я не знаю, что это были за пятна. Видимо, дети что-то там натворили. И можно еще раз простирнуть эти салфетки после этого средства в стиральной машинке. И будут вообще классными, белыми. Смотрите, какая вода. Хотя это были чистые салфетки. Вот сейчас раскрою салфеточку, покажу. Девчонки, давайте теперь наглядно посмотрим. Наши пятна ушли или нет. Значительно, конечно, они посветлели. Пятен вообще нет. Это вот мелкие, которые две салфеточки у меня были. Здесь были тоже такие пятна темные. Вообще нет ни одного пятнышка. И самое вот это вот грязное, которое было в мелких пятнах. Вот она вся салфетка. Нет ни одного маленького пятнышка. Даже все пятна ушли. Классное такое средство за считанные, можно сказать, даже секунды. Вы сами видели, что пятна стали быстро уходить. Хотя в стиралке они не отстирывались. Девчонки, в общем, решила испробовать это средство на кастрюле. У меня такая вот икеевская кастрюля. Внутри она вот черная такая, стала желтая. В общем, ничем не отмывалась. Попробую этим чудо-очистителем. Заливаем здесь вообще на посуду на литр воды полторы столовые ложки очистителя. Но я сделаю два литра воды, чтобы полностью закрыть. И три столовые ложки очистителя положу. И посмотрим через 10-15 минут, что будет. Первая. Вторая. Посмотрите на реакцию, какая реакция здесь. И третья. Перемешаем все. Наверное, можно закрыть крышку и оставить. Посмотрим, уйдет ли этот черный страшный налет. Проверяем кастрюлю. Посмотрите, какая она стала. Все отмылось. Сейчас вылью воду и промою. Покажу вам, какая она до и после. А самое главное, что это средство без запаха, гипоаллергенное, не содержит хлора. И отлично работает на посуде и на каких-то вещах. Буду пробовать еще. Вот здесь можно использовать для много чего. В общем, ссылочку вам могу оставить. Тоже заказывайте. Классное средство. Посмотрите, какая белая кастрюля стала. Увидели, какая она была в начале. В общем, супер вообще. Как раз не знала, чем отмыть ее. Она у меня давно такая желтая была внутри. Сейчас мы заехали к моим родителям. Говорим мы слово I'd love или Y'd love. То есть попробовать все сладости, которые были накрыты на праздник. И далее мы все вместе едем в зело Васильевку. Там живет наша двоюродная сестренка. К ней в гости. Она нас позвала. Анвар нас везет. Туда дорога занимает где-то час. Туда дорога занимает где-то час. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дюсер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Поэтому такой ветер у нас холодный, прям ветер у нас, а так на самом деле прям солнышко светит. Красота, такой вид шикарный с моей кухни, мне очень нравится маршала. Еще цветочки с утра радуют. Здесь вот тоже раскрылся цветок от моих дочек цветочки, тюльпанчики. Сейчас уберем от солнца их, это я вчера ночью переставила, потому что столы были заняты. Такое у нас утро. А утро у нас с таким вот завтраком уйгурским у нас после праздников мы всегда едим сангза с адкенчаем. Какой же мне нравится сад возле нашего детского садика, он такой зеленый, большой такой, красивый. Что у нас погода так портится, ветерочек начался. Сейчас Ильясика забрали, вон она машет. Малышка мой машина, ты где был? В садике был. В садике был, такие грязные рукава. Ты на улице игрался? На горке? Тебе нравятся садики? Исианом, исианом. Иси, сладкий, он по мне оказывается соскучился, меня гладит. Да? У него в последнее время такая привычка, он меня всегда гладит за щечки. И даже ночью он, когда просыпается, ищет меня, и именно щеки вот так начинает гладить. Что это за привычка, а? Пупсик мой. Пупсик мой сладкий. Радость, маршала. Сегодня, в общем, мы решили съездить с семьей в KFC, потому что Марьян позавчера увидела рекламу KFC по телевизору и пишет. Вот, мы как раз с Анваром в гостях были. Говорит, так они аппетитно кушали крылышки, хотя она крылышки никогда не ела, не любила их. Говорит, я теперь тоже хочу, давайте все вместе сходим в KFC, покушаем именно крылышки, говорит. Так что мы сегодня сейчас дождемся. Реклама работает. Да, реклама, оказывается, все-таки работает и действует. А то, что люди не едят, они потом хотят это попробовать. В общем, и сейчас мы дождемся их со школы, Фатиму со школы дождемся. Она почитает намаз, и мы поедем сегодня в KFC. Да, Ильясик? Поедем в KFC? О, сладкий мой, сладкий. Он после болезни пошел, вот первый день он пропустил у нас дней 10, у него была гнойная ангина, у нас вообще такой пик, мы у детей, у многих была гнойная ангина. И вот у Ильяса тоже мы лечились дома, вылечили и отправили его в садик. И он прям уже вчера сам просился, в садик пойду. Ему очень нравятся в садике. Тебе нравятся в садике? Угу. Несу и пальчик. Скажи мне что-нибудь. Давай, поговори. В садике был. В садике был. Скажи, подписчики, всем привет. Привет. Подписчики, скажи. Мы вас любим, скажи. Стесняется еще так? Оставили машину. Сейчас идем в KFC. Мы приехали на Аламидинский базар. Мариям, дождалась? Я. Дождалась? Да. Что ты там где увидела? Ну-ка расскажи. Вот по прикламе в телевизоре у бабушки. Вот я увидела, там у нас тут бабушка, короче, кушеньки и все такие, ммм, вкусно, как вкусно, типа. И это тоже. Надеюсь, тебя кто-то услышал, ты так тихо рассказывала. Покажу вам цены на нашу KFC. Сейчас выбираем. Мы уже заказали. Сейчас сели с детьми. Хотима захотела бургер. Остальные захотели ножки и крылышки. Да, Илья? Да. Да. Все, ждем сейчас, пока Анвар сейчас заберет заказ, придет. Это находится на Аламидинском рынке. Аламидин Грант. На втором или на третьем, да? На втором, по-моему, этаже? Втором. Да, мы заходили просто с подвала, поэтому я не поняла. А так вот с улицы, здесь вот напротив моста, что мне, да-да-ка сейчас придет, что мне тут нравится, то, что здесь немного народу, как в других филиалах, к примеру, в ЦУМе или в ГУМе, да, там прям полно народу, места нормального нет. Здесь удобно с детьми, то, что диванчики, там есть вот такие вот стулья, подбарные стойки. Вот такой наш заказик. Здесь столько курочки. Будем наедаться за год вперед KFC. Кстати, мы его очень давно, да, не ели? По-моему, даже как с Турции прилетели, вообще не ели. У нас очень вкусная KFC. Многие говорят, вообще, в Бишкеке намного вкуснее KFC, то есть в Кыргызстане, да, чем в других странах. Не знаю, но мне тоже кажется, что у нас самая вкусная KFC. Будем пить вредную колу. Сегодня можно. Приятного всем аппетита. Вот это вот их любимое дело. Жвачка? Все, нету. Жвачка? Да, жвачка. Все, нету. А мне? Монеты нужны. Субтитры создавал DimaTorzok